Всем здравствуйте! С вами сегодня психолог Александр Шахов. Сегодня в прямом эфире мы будем говорить о психосоматике, о том, как эмоции влияют на появление болезни тела, на появление соматических заболеваний, что является компетенцией психолога, как можно предотвратить наступление психосоматических заболеваний и как можно от них избавиться. С самого начала я сразу скажу, что я не врач. Я не врач-психотерапевт. Я психотерапевт, но не врач-психотерапевт. И с самого начала я хочу поставить границы. Я хочу вам, дорогие мои, сказать, что если у вас есть любой вид заболевания, то вам прямая дорога вначале к врачу. Ни один психолог не имеет права консультировать по вопросам психосоматики до того, как он не отправил своего клиента или пациента к врачу. Только после того, как врач порекомендовал обратиться к психологу или после того, как психолог провел консультации с врачом, только тогда можно говорить о психосоматике. Сегодня я не обещаю, что и не гарантирую, и нет моей цели, что сегодня в эфире мы с вами разберем, как лечить психосоматические заболевания. Сегодня больше такая лекция профилактическая. Сегодня мы поговорим о причинах возникновения психосоматических заболеваний, о том, что нужно делать, чтобы не допускать развития, ну и куда нужно двигаться, чтобы все-таки двигаться в сторону излечения и избавления от психосоматических заболеваний. Тема серьезнейшая. Тема о здоровье, она такая очень деликатная, имейте в виду. Поэтому я сразу вам говорю, что я снимаю с себя ответственность по поводу того, что буду вам какие-то рекомендации давать и обещать вам выздоровление. Я не Луиза Хей. Я вам не обещаю, что волшебным образом, повторяя волшебные заклинания, вы избавитесь от тяжелейших или легких заболеваний. Но я поделюсь с вами своим профессиональным опытом и знаниями, которыми я обладаю. А у меня в психологии специализация психология здоровья, в том числе и физического. Я поделюсь своими знаниями о том, как мои клиенты избавляются от психосоматических заболеваний, что для этого нужно делать, в каком направлении нужно двигаться. Хорошо? Ну что же, милые, это в самом начале. Я предупредил вас, так сказать, поставил ограничения, поставил свои границы. Всем привет! Рад вас встретиться. Сегодня тема психосоматика – влияние эмоций на заболевания тела. Я психолог Александр Шахов. Мы с вами начинаем. Напишите, пожалуйста, из какого города вы смотрите меня, какая у вас погода. Я сейчас в Москве. У нас тепло, но тем не менее так пасмурно, моросит немножко. Из какого города, из какой страны вы смотрите, какая у вас погода. Сегодня я буду говорить на тему психосоматики – влияние эмоций на здоровье. В конце я буду обязательно отвечать на вопросы. Сегодня я не планирую приглашать никого в прямой эфир, но тем не менее мы с вами сегодня пообщаемся. Итак, я буду рад увидеть, откуда вы смотрите. Добрый день, как элегантно? Спасибо большое. Я работаю благодаря моему стилисту. Рекомендую его Арсен. У меня он до сих пор в подписках есть. Благодаря стилисту я теперь могу выглядеть как джентльмен. Мне очень нравится мой стиль. Мне нравится, как он подбирает его. Поэтому я... Арсен, большое тебе спасибо. Я люблю тебя, уважаю. Новороссийск, Днепр, Москва, Дубай, жара. Хорошо. Присоединилась Анна Шахов. Это моя жена, кстати, присоединилась к эфиру. Ярославль, ясно. Город София, Болгария, 23. Новосибирь, пасмурно, моросит. Сочувствуем вам Новосибирск. Киев, солнышко. Я так понимаю, что Киев тепло, солнышко. Ростов-на-Дону, Вашингтон. Восклицательный знак. Но еще бы Вашингтон без восклицательного было, я бы удивился. Скорее всего, восклицательный знак уже записан, собственно, в названии этого города. Без восклицательного знака Вашингтона, собственно, города такому не существует. Казахстан, Тольятти, дождь, холодно, Екатеринбург, холодина, Витрюган. Верю вам, Екатеринбург, Украина, Германия. Омск у нас дождь, Минск, Харьков, тепло. Москва, Новопеределкино. Новопеределкино, дождь. Ростов-на-Дону, 26. Рим, Литва. Ворос, Клайпида. Отлично. Индия. А из Индии-то откуда вы смотрите нас? Уфа, Хабаровский край. Смотрите, сколько у нас. Магадан, Магадан. Привет, дорогой мой город. Дорогие магаданцы, родные мои. Беларусь, Минск, Омск, Калининград, Челябинск, Крым, Саратов, Ногинск, Кропивницкий. Есть такой город, оказывается. Ну что ж, спасибо вам большое за ваши отклики, за то, что вы рассказали, откуда вы поделились своей погодой, возможно, своим настроением. А мы начнем, пожалуй, рассчитывая сегодня на 40 минут. Я вам расскажу, коротенько, как говорится, коротенько минут на 40. Расскажу вам, как эмоции влияют на психосоматические заболевания, на возникновение заболеваний. Отвечу на ваши вопросы и отпущу вас праздновать сегодня пятница, вечер. Семейный тихий вечера или с друзьями. Мы с вами, может, где-нибудь в Москве, в каком-нибудь ресторане встретимся, обнимемся, скажем друг другу много теплых слов. Что ж, выключаю пока комментарии. Включу их, когда буду отвечать на вопросы. А сейчас мы с вами поговорим о возникновении психосоматических заболеваний, как это вообще происходит. Возможно, я уже говорил об этой теме не раз. И те, кто подписан на меня давно, возможно, вы уже услышите какие-то повторы. Но сегодня я кое-что буду говорить и кое-что новое. Поэтому, как говорится, повторение мать учения. Продолжение этой пословицы утешения дураков. Но, хотя, тем не менее, как говорится, не повторяешь, не учишь, не учишь жизнь. Жизнь тебя научит через повторение граблей. Поехали. Вы не задумывались, не обращали внимания, что в языке, в любом, хоть в немецком языке, хоть в английском языке, мы с вами по-русски говорим, поэтому разберем русский язык. В русском языке есть такие выражения. Обида комом в горле стоит. Буквально, когда человек чувствует обиду, он чувствует ее в качестве комка такого, твердого какого-то образования в области горла. Или мы говорим, обиду проглотил. То есть, такое ощущение, как будто что-то торчало в горле. И, да, с трудом с таким прошло. Или печально сердце камнем лежит, да, такое тяжелое, гнетущее чувство в области сердца. От страха в животе пусто стало. Ощущение какой-то пустоты или колени задрожали. Ответственность, как гора с плеч свалилась. То есть, ощущение, что вот сбросил что-то наконец-то, делал-сделал какое-то важное дело. И такое, как крылья выросли за спиной, да. А гнев, как огонь в груди горит, да. Или, можно сказать, любовь. Или бабочки в животе, вот эти насекомые у женщин часто заводятся. Может быть, стоит вам показаться все-таки врачу, если у вас, вы уверены, что есть там насекомые. Это не очень хорошая вещь, но шучу, конечно. Итак, о чем это говорит? Мы говорим о каких-то эмоциях, обида, печаль, гнев, вина, возможно, да. Мы говорим, занимаешься самоедством. Что такое самоедство? А буквально есть ощущение такое, такое жжение, какая-то скованность в области эпигастрии, в области желудка. Да, самоедством занимаешься. Что мы фиксируем с вами в языке? А у нас русский народ и вообще любой народ, он мудрый. Он фиксирует свой опыт повседневно через язык. И мы вдруг начинаем понимать, что оказывается, эмоции находят отражение в ощущениях, физических ощущениях. Буквально эмоции мы переживаем как физические ощущения в теле. А это означает, что эмоции и тело связаны. И с этим психологи и медики сейчас все больше и больше согласны. Конечно, изначально медицина развивалась, медицина очень консервативная наука, сначала изначально медицина развивалась как заболевание исключительно органов. Хотя с самого начала истории медицины развивалась именно как холическая или холистическая система. Когда врач считал, что, например, заболевания какие-то, предположим, мигрень, это какие-то душевного волнения. И поэтому часто врачи прописывали вполне такие, знаете, не порошки и лекарства, а прогулки или, например, музыка. Я вот в Есентуках долгое время прожил на Кавказе. Всем с Кавказа привет. И там есть, конечно, знаменитые кавказские минеральные воды. И когда вы приедете туда в бюветы пить воду, хоть в Пятигорск, хоть в Кисловозск, хоть в Есентуке, там есть такая инструкция. Нужно пить, особенно в Есентуках, нужно пить воду, а потом совершать прогулки, при этом слушая музыку красивую и наслаждаясь красотами природы. Эти рекомендации были сделаны в начале 19 века тем самым врачом, насколько помню его фамилия Гаас, такая немецкая фамилия, который открыл, собственно, источники и их целебное влияние. То есть, кроме того, что вы должны пить воду, которая лечит вас физически, вы должны получать позитивные эмоции. Наслаждаясь, там, как я не помню, эстетика, аэроб, аэро, что-то там такое, вот такое впечатление. То есть, врачи древности понимали, что болезни часто связаны с нашим эмоциональным, психическим состоянием. Ну, век материалистический, век хирургический врачи стали отходить от этого, они начали искать причину заболевания в бактериях, в вирусах, в нарушениях ткани. И, конечно, преуспели в этом, мы очень им благодарны, но, тем не менее, сейчас в современном мире все больше и больше врачи стали обращать внимание на то, что все-таки заболевания связаны с психическими процессами. Психика и физика неразделимы. Это Декарт нас в свое время разделил, сказал, что есть тело, есть душа. На самом деле, такого не существует тело и душа вместе. Психика и физика, то есть наше тело, взаимосвязаны, очень тесно взаимосвязаны. Итак, мы с вами поняли, что эмоции отражаются в ощущениях в теле. И как могут эмоции повлиять на заболевания, на тело? Ну, очень просто. Вот представьте себе, что ребенок, маленького ребенка обидели. И он, так сказать, не может выразить эту эмоцию. Почему не может выразить обиду? Потому что он, когда говорит о том, что он обижен, а его обида не принимается, он говорит, я обижен. И мама говорит, ну и иди в свою комнату, но и сам, сама там, в одиночку. На обиженных воду возит. Знакомое выражение, на обиженных воду возит. И что? От этого, от того, что ваши эмоции не принимаются, и он от своего ребенка не принимается, становится еще обиднее, еще больнее. И поэтому, что мы делаем? Мы обиду проглаты, то есть мы задерживаем, мы не выражаем эти эмоции. Та энергия, которая требует выражения, вообще задача эмоций, показать другому существу о своем внутреннем состоянии. То есть, если я чувствую гнев, я его, мое тело, гормоны, психика требуют выражения. Раскрываются глаза, наливаются кровью, оскаливаются зубы, ходят желаки, расширяются крылья носа. Актеры-то хорошо знают, для того, чтобы изобразить гнев, они фактически изображают все эти, да? То есть, это все напряжение тела, мимические мышцы. В это время увеличится частота сердечных сокращений, в это время печень начинает вырабатывать, надпочечники начинают вырабатывать, там, кортизол, вырабатывается анордреналин, адреналин. То есть, лицо краснеет. Это все физиологические проявления эмоций. Но если вот эта эмоция не вышла, то есть, я разозлился и... Что мы делаем? Мы буквально проглатываем, мы буквально подавляем эти эмоции. Но эта энергия-то, куда она выражается? Куда она вышла? Она никуда не вышла, она осталась внутри. То же самое с обидой, то же самое с гневом, с виной, с печалью, с разочарованием. Нет разницы никакой. Что дальше происходит? Например, на примере обиды. Вот я проглотил обиду, не выразил ее. И таким образом я как бы сжал, да, бессознательно сжал области шеи, области гортани. Если я долго чувствую обиду, долго не могу ее выразить, то мышцы шеи, мышцы гортани постоянно становятся напряженными. Вначале вы это чувствуете как комок. Но по закону психологии, по закону перцепции, по закону восприятия, если стимул долгое время продолжается, то реакция на него прекращается, угасает и прекращается. Иными словами, если вы долго будете слышать какой-то шум, вначале он будет раздражать, а потом вы привыкнете и перестанете его слышать. То же самое, если вы какое-то время долго чувствуете сначала напряжение, через некоторое время психика начнет отключать этот сигнал, и вы его чувствовать не будете, но напряжение будет сохраняться. От того, что мышцы гортани, шеи напряжены, попробуйте сжать кулак и долго держать его, возникает мышечный спазм. И поэтому здесь на глубоком уровне начинаются мышечные спазмы в области шеи, в области горла. Мышечные спазмы пережимают кровеносные сосуды. От того, что мышца постоянно спазмит, возникает плохое кровоснабжение. Кровь, соленая среда, то есть любая кровь соленая, соль уже уничтожает бактерии. Кроме того, в крови содержатся фагоциты, лейкоциты, которые уничтожают бактерии. Но теперь сосуды кровеносные пережаты, и кровь плохо снабжает область гортани и шеи. И что это означает? Это означает, что все бактерии, которые мы потребляем автоматически с воздухом, бактерии вот здесь вот постоянно, с едой, они начинают размножаться в области шеи, в области горла, гортани. И это вызывает определенные заболевания. Какие? Воспаление верхних дыхательных путей, если инфекция опустилась в область дыхательных путей. Воспаление носоглотки, заболевание уха-горло-нос, там знаменитые. То есть это ларингиты, фарингиты, острые риниты, так называемые насморки. Возникают воспалительные процессы. Но если человек освободится от обиды, мышцы расслабятся, кровь восстановит свое течение, и она будет омывать ткани и уничтожать бактерии. И поэтому человек перестанет часто болеть. У меня недавно клиентка была, которая очень давно, лет 10 назад, испытала очень сильное разочарование и очень сильный такой стресс. У нее дочка потеряла ногу, и для того, чтобы ее научить, ногу потом, слава богу, пришили назад, прям как в айболите. Но нужно было долго ее реабилитировать, вместе с ней ходить она училась. И мама, чтобы, моя клиентка, чтобы не разочаровывать свою дочку, чтобы дать ей какую-то поддержку, она вот эту вот свою печаль и страх, тревогу подавила внутри. А где у нас тревога базируется? Я хочу сразу сказать, что вот эти вот книжки или вещи, которые вы слышите иногда в интернете, это не очень профессиональных или недобросовестных психологов о том, что если у вас болит горло, то если у вас там есть обида, то это обязательно вот такие заболевания в горле. Неправда. Это неправда. У каждого человека индивидуально сосредотачиваются эмоции в разных частях тела. Да, существуют некие паттерны, то есть у большинства людей, у 80% обиду они будут чувствовать как комок в горле. Но у некоторых людей обида бывает совершенно в других местах и совершенно другие ощущения. Я часто встречал, например, обиду как ощущение опускания такого, какого-то чувства опускания тяжести из груди в живот. Они, например, не в шее, не в горле. Понимаете, да? Поэтому не верьте. Это не профессионально. Это по-дилетантски. Это мошенничество. Это обман. Что определенные части тела отвечают за определенные заболевания или определенные эмоции вызывают только определенные заболевания в определенных частях тела. Это неправда. И еще раз хочу вам сказать еще одну важную вещь. Про рак. Это многие меня спрашивают про рак. Что вызывает рак, какая эмоция? Это ни медицина, ни психология не может установить и не установила причины возникновения рака. К сожалению. Мы знаем, что есть раковые клетки. Однако, как они возникают, по какой причине, чем вызывается, официальная наука не знает. К сожалению. Но есть предположение, что это свободные радикалы, есть предположение, что это генетическая предрасположенность. Однако, мы 100% об этом не можем сказать. Поэтому, дорогие мои, если вам кто-то обещает вылечить рак, избавив вас от какой-то эмоции, это неправда. И каждый раз, если у вас есть психосоматические заболевания, вам каждый раз придется вместе с врачом консультироваться, работать с психологом, ходить к врачу. И настоящий психолог будет всегда отправлять вас к врачу. Но лучше всего лечить психосоматические заболевания у специальных психологов, которые имеют квалификацию врача. Они будут называться врач-психотерапевт. У него прямо так, у него должно быть медицинское образование. Это так называемые клинические психологи, медицинские психологи. Ну, хотя клинические психологи часто работают из патопсихологии, но это так называемая медицинская психология, то есть сопровождение болезней. А я вам сегодня рассказываю скорее всего про профилактику. Да, вот так. И про какое-то направление, куда вам нужно. Итак, если вы вдруг отпускаете... Говори громче. История про клиентку. А, да. История про клиентку. То есть у нее была такая тяжелая ситуация, тревога. И вот эту тревогу, она чаще всего люди чувствуют в груди. То есть страх, тревогу, чувство сжатия, твердости, какой-то тяжести. Так вот, она давно, 10 лет назад эту тревогу подавила, а сейчас обратилась ко мне с жалобой или с запросом, что по утрам у нее теперь есть сложности в отношениях с мужчиной. И когда она утром просыпается и начинает думать, она чувствует сжатость и буквально твердость и ей не хватает дыхания. Представляете? Дыхания не хватает. Начинает голова болеть, плохое настроение, начинает падать, поднимается давление, особенно внутричерепное давление. Мы с ней работали по моей методике, которую я преподаю на курсе Академии Матологии. Мы с ней работали 30 минут. И после 30 минут, когда мы начали освобождать эту эмоцию, мы докопались до эмоций, мы вообще даже начали просто к эмоции подходить. Мы просто открыли крышку эмоционального сосуда, и я клиентке позволил разрешить выходить эмоциям. Так вот, внезапно она сессию прервала и сказала, вы знаете, мне нужно сейчас отдохнуть, потому что я чувствую, у меня сердце колотится, у меня прилив к голове, я чувствую жар, я чувствую, как у меня поднимается вот внутри всего, в теле поднимается какой-то вот жар, какое-то ощущение, я начинаю дышать, я начинаю задыхаться. Мы остановились, она сделала паузу, когда мы вернулись, она вот что рассказала, я, говорит, я впервые начал дышать, я почувствовала свободное дыхание, у меня внутри расслабилось, оказывается, я все это время, у меня внутри было сжато, я не могла дышать. После этого я почувствовала прилив к голове, я почувствовала ясность мышления, откуда у меня ушла вот эта депрессия, я почувствовала энергию. Что произошло? Опять же, мы предполагаем, я не могу знать точно, но в качестве гипотезы. Из-за того, что она подавила эту тревогу, у нее возникло мышечный спазм внутри, я не знаю, что там именно, какие, гладкая мускулатура, которая, которая располагается на внутренних стенках грудной клетки и знаете, вот эти мышцы, которые заставляют ребра расширяться. Не легкие расширяют ребра, а наоборот, там вакуум, плевра изнутри грудную клетку нашу опутывает, и там вакуум. Мышцы заставляют расширяться грудную клетку и за счет расширения грудной клетки расширяются легкие. Так вот эти мышцы, они тоже могут быть спазмированы. Кроме того, там есть гортани, у которой есть пищевод, у которой есть мышцы и так далее. Гладкая мускулатура. То есть, она как разошло какое-то расслабление глубокой, гладкой мускулатуры. И после этого она задышала. И после этого расслабились мышцы, которые зажимали кровеносные сосуды. Она почувствовала в жар в голове. Это признак того, что пошла кровь. Она почувствовала прояснение в голове. Это значит улучшилось кровоснабжение, улучшилось кислородное снабжение мозга. Вот вам результат. Это такая небольшая сессия. Теперь мы с вами понимаем, как работает психосоматика. Если, например, вы подавляете страх, и этот страх располагается в области эпигастры, в области брюшной полости. Из-за того, что напрягается, предположим, гладкая мускулатура желудка или двеносиперстной кишки, возникает определенное напряжение, которое не дает функционировать органам правильно. В результате этого возникают различные разного рода функциональные расстройства соматики, то есть заболевания. Предсказать, как это происходит, нельзя. Я не могу вам сказать, нет такой науки, нет такого четко правильного определенного алгоритма, и врач или психолог может сказать, как это происходит. У каждого человека очень много индивидуальных особенностей. Это и генетические особенности, его личные, характер его эмоций, сила его эмоций, которая зависит от темперамента. Но что установлено точно? Кто более подвержен психосоматическим заболеваниям? Такие темпераменты, как холерики и такие темпераменты, как меланхолики, они больше всего подвержены заболеваниям. Холерики это тип такой взрывной, который такие вот молчит, молчит, это взрывается. Для них характерны более заболевания, связанные с сердечно-сосутистыми расстройствами. Это инсульты, инфаркты, повышенное кровяное давление. У меланхоликов наоборот, больше депрессии, больше заболеваний, связанных с расстройством желудочно-кишечного тракта, связанных с пониженным давлением и так далее. Что это, к чему это все нас приводит? К тому, что если мы будем с вами подавлять эмоции и не выражать их, то это дает основания считать, что вы движетесь к психосоматическим заболеваниям. По докладу Всемирной организации здравоохранения, опубликованных в 1996 году, 46% всех заболеваний имеют психосоматическую природу. 46%, но это практически половина, то есть каждое второе. Так решили врачи, квалифицированные врачи, проведя исследования Всемирной организации здравоохранения. Что нужно сделать, чтобы не заболеть от нервов, как говорят, все болезни от нервов и только сифилис от удовольствия. Но хочу вам сказать, что скорее всего от удовольствия много еще других заболеваний, но тем не менее профилактировать заболевания или если у вас есть заболевания такого характера, можно пробовать и нужно пробовать их вылечить. Что нужно для этого сделать? Вот вам держите шаги или алгоритм, по которым нужно идти. Первое. Нужно научиться отслеживать, какие эмоции вы испытываете. То есть причина заболеваний эмоции, но так как вы, если вы не можете понять, что за эмоцию вы испытываете, вы не сможете с ней бороться. То есть вы не сможете ее убрать. все очень просто. Для того, чтобы решить проблему, нужно ее сначала назвать. Поэтому самая большая, самая первая, самая важная часть в лечении, в медицинском в том числе, это правильный диагноз. Вот в психологии тоже вы должны поставить себе правильный диагноз. Какую именно эмоцию вы испытываете и в каких ситуациях. Я хочу вам сказать, что в большинстве случаев, в 99% случаев вы и эту эмоцию видеть не будете. Она бессознательная. Потому что это как в примере с горлом. Человек, который долго испытывает тревогу и не знает, что с ней делать, через некоторое время эта тревога вытесняется. То есть любой сигнал, который действует постоянно, на который мы не можем никак отреагировать, мы не сможем его подавить, возникает толерантность к нему. Организм просто выключает его. Он продолжает стимул действовать, но он выключает его для сознания. Иными словами, если вы какую-то тревогу чувствуете, чувствовали раньше, боялись, то через некоторое время тревожились, тревожились, вроде проблема не решилась, а тревожиться стали меньше. Точнее вы стали меньше ее замечать. И она могла уйти вообще на второй план. Поэтому мы психологи утверждаем, и это то, что открыл Зигмунд Фрейд, и за что ему честь и слава, что очень много процессов эмоциональных, мыслительных, наших, внутренних, происходит для нас бессознательно. Что значит бессознательно? Это означает, что мы их не можем увидеть. То есть я смотрю в себя и думаю в чем причина и не могу найти. Я не понимаю в чем причина. Меня спрашивают часто почему я так поступаю. Но любой же нормальный человек знает почему он так поступает. Если бы у нас не было бессознательного. Мне спрашивают а почему я так поступаю? Дурак что не знаете почему так поступаете? Нет. Представляете если вы себя проанализируете то вы иногда даже заметите те поступки которые не замечали раньше что вы что то делаете у меня недавно была сессия в прямом эфире с одной моей подписчицей которая улыбалась то есть она чувствовала страх и постоянно улыбалась и только это когда я сказал что вы заулыбываете свои эмоции свои тревогу она это перестала делать и правда то есть мы делаем какие-то действия мы испытываем какие-то эмоции но не понимаем не слышим их и не видим это называется бессознательное поэтому номер один нужно научиться эти эмоции определять как определять сейчас я вам дам очень короткое упражнение более подробно я рассказываю на своем курсе академия академия металлогии которая кстати начинается 13 сентября и для тех кто сегодня присоединится к нему в течение суток вас ждут подарки для того чтобы присоединиться к курсу вам нужно будет в сторис найти ссылку или пройти мой профиль нажать на синенькую ссылку топлинк и выбрать курс академии металлогии о чем этот курс это курс металлогия это курс об эмоциях о том что такое эмоции как управлять эмоции как избавляться от негативных эмоций вы можете его пройти для себя потому что я считаю что это каждый должен человек уметь пройти курс то есть он должен пройти курс и должен уметь контролировать эмоции он должен уметь определять что он чувствует это проблема многих 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 людей я сейчас поясню расскажу вам чуть позже почему так происходит почему многие люди не понимают что они чувствуют буквально как я спрашиваю как вы себя чувствуете нормально нормально это не эмоция как вы себя чувствуете хорошо хорошо это не эмоция как вы себя чувствуете паршиво паршиво это не эмоция а что вы конкретно чувствуете а многие говорят ну чувствую что надо работать над собой это вы думаете что надо работать а что вы чувствуете ну не знаю ничего такого не бывает не бывает потому что в любую секунду даже когда вы спите вы испытываете эмоции мозг постоянно работать это может быть спокойствие а может быть тревога которую вы перестали испытывать а может вообще алекситимик алекситимик это тот человек который не может определить свои эмоции между ним между его сознанием и эмоции где очень много боли обида вина тревога есть стена который он стал выстроил и он не может понять что он чувствует если он прикоснется к этой стене оттуда будет фонтанировать эмоции поэтому держится подальше от них и поэтому когда вы наверное замечали такие люди есть если они разговаривают то у них такой очень ровный тон голоса отсутствует для любые модуляции в голосе то есть очень они не говорят вот так вот так они говорят очень ровно как правило у них на лице такая маска она ничего не выражает либо печальные такие меланхолики либо такая бесстрастная маска то есть очень низкий тонус мимических мышц плохая выраженность низкая жестикуляция это может быть такой человек который постоянно жалуется вам обо всем потому что у него плохо и у него точно такая же плохая модуляция в голосе потому что он говорит оба на одной ноте как будто освещение читает священное писание вот тогда мы говорим ноющим голосом до либо это человек который может говорить вот таким голосом за нудным скучным это могут быть признаки алекситимии кстати алекситимия по в общем принятым принятой классификации является самой первой причиной психосоматических заболеваний самой первой на курсе эмотологии вы научитесь определять эмоции избавляться от них кроме того те кто хочет сделать на профессии вы можете помогать другим ну крайнем случае даже не профессии все вы не хотите получить профессию и присоединиться к зарабатывать на этом деньги что мне кажется для женщин особенно очень важно вы можете просто не выходить из дома иметь собственные деньги созвонили с клиентом даже с маленьким ребенком уделили 45 минут человеку и особо помогли человек освободить негативных эмоций это можно сделать даже без образования психолога я вас уверяю это техники которые доступны каждому они должны быть доступны каждому я не считаю что психология это удел только профессионалов я считаю что психология должна передать свои техники адаптировать и так для населения чтобы простой любой человек мог справиться со своими эмоциями сам и мог помочь справиться своим родным близким другу ребенку мужу жене вот чем как физика она не какая-то там далекая профессионально у нас есть лампочка и каждый умеет ее поменять и каждый умеет включить ее вот тоже самое я считаю должна делать психология и на этом курсе академия металлогии я это делаю я делюсь с вами тремя простыми очень эффективными методиками которые помогут вам избавиться от негативных эмоций лично и помочь другим если вы хотите сделать на профессии я научу вас как зарабатывать как на этот курс записаться вы уже знаете начнется он совсем скоро которыми того кто присоединится сегодня ждут еще подарки и так номер один нужно научиться определять свои эмоции я вам сейчас дам упражнение которое прямо сейчас мы попробуем я хочу попросить вас прислушаться к своему телу это упражнение называется эмоциональный монитор что означает а мониторить свои эмоции прислушайтесь пожалуйста к своему телу вашем животе напряжено или расслаблено не думайте ни о чем просто сконцентрируйтесь на ощущениях вашем животе твердо или мягко вашем животе тепло или холодно вашей груди напряжено или расслаблено вашей груди твердо или мягко вашей груди тепло или холодно ваши плечи напряжены или расслаблены горло твердо или мягко горло острое или тупое голова тяжелая или легкая она твердо или мягко прислушайтесь к вашим ощущениям в теле ни о чем не думаете не пытайтесь анализировать его а сейчас прислушайтесь к самым сильным ощущением в теле они могут животе в груди в горле или в голове прислушайтесь и и определите эти ощущения твердые и мягкие тяжелые или легкие теплые или холодные и после этого спросите это ощущение желательно вслух но себя прям об это ощущение как я назову эту эмоцию не думайте слушайте это ощущение изнутри будет ответ напишите мне сейчас в комментариях какой пришел ответ какая эмоция как я назову эту эмоцию это может быть обиды это может быть вина гнев страх тревога радость это может быть любовь это может быть спокойствие тревога обида страх очень хорошо усталость это не эмоции это состояние физического тела сконцентрируйтесь больше на ощущениях в теле и еще раз спросите как я назову эту эмоцию опустошенность это ощущение но не эмоция злость молодцы а теперь дальше немножко дальше не теряйте контакт с этой эмоции и спросите вслух почему я чувствую эту эмоцию спросите чем вызвана эта эмоция и слушайте опять эту эмоцию и придет ответ изнутри прямо из нее можете написать если вы хотите почему я чувствую эту эмоцию и придет ответ так тело разговаривает с вами ваши эмоции вас не обманут если вы не понимаете что вы чувствуете если вы не понимаете почему себя ведете так ваших эмоциях есть ответ молодцы очень много разочарования страх одиночество это не эмоция боль это не эмоция боль это может быть очень общее название для разных эмоций это может быть и страх это может быть печаль это может быть гнев разочарование не много всего усталость это тоже не эмоция молодцы из-за неопределенности при страх предательства тревога работа молодцы хорошо никто не любит замечательно вот смотрите вы уже начинаете понимать что вы чувствуете внутри а теперь делайте это упражнение эмоциональный монитор в течение дня несколько раз ложитесь спать просыпайтесь утром идете на работу в течение дня и фиксируйте это если вы заметили что вы постоянно перманентно испытывайте одну и ту же эмоцию это признак того что эта эмоция поселилась в вашем теле и скорее всего она гнездится в определенной части тела и это признак того что уже она начала свое разрушительное действие возможно у вас есть шансы или так скажем есть предпосылки для возникновения психосоматического заболевания я не хочу вас пугать я не хочу вам там угрожать или каким-то образом вас запугивать нет просто на это обратите внимание это тревожащий фактор и так первый шаг это научиться определять что вы чувствуете дальше нужно эту эмоцию уметь выражать что значит уметь выражать если обидно нужно плакать если страшно нужно бояться как мы боимся обычно да то есть вы можете лечь на пол принять позу эмбриона подтянуть колени груди обнять себя накрыть себя одеялом и подражать возможно как мы чувствуем страх подражать поплакать то есть вот если вы чувствуете гнев возьмите подушку побить ее руками ладонями если вас нет подушки переверните руки тыльными сторонами ладони побейте себя по коленям это помогает покричите в подушку то есть эмоции надо выражать но к сожалению это помогает лишь на время почему потому что у любой эмоции есть фактор и функции да как она работает каждая эмоция должна быть идентифицирована она должна быть прожита и она должна быть принято принято как правило принято кем-то в отношении кого она возникает тема должна быть принято но это далеко не всегда возможно есть много случаев когда люди обижены на маму которая умерла или папу или чувствуют вину когда очень много женщин чувствуют вину когда уходят их родители они чувствуют что не были с ними рядом они чувствуют что не оказали недостаточное влияние чувство вины и как можно избавиться от чувства вины если родители уже нет на этой планете да считаете это считаете навсегда похороненное чувство вины внутри нет на самом деле можно на самом деле можно избавиться для этого нужна помощь другого человека который знает как принимать эмоции либо это эматолог то есть тот человек который обучается на курсе эматологии и может принимать эти эмоции либо это психолог который тоже умеет принимать эмоции хочу вам сказать к сожалению этому в университетах не учат не учат не эмпатии ничего не учат не рапорту практически не учат принимать эмоции и учат создавать те ситуации для клиента в эмоциональном пространстве где эти эмоции он бы смог не боясь не опасаясь прожить позволить себе прожить поэтому для этого нужно некое образование и самое главное практика и вот на курсе эматологии самое важное что вы получите вы получите окружение людей которые будут у вас эти эмоции принимать которые готовы вас выслушать которые готовы не без без осуждения видеть как вы плачете как вы боитесь как вы кричите даже для тех эмоций пока по поводу которых вы чувствуете стыд очень много негативных эмоций мы не можем выразить потому что по поводу них мы чувствуем стыд например есть установка маму надо любить на маму злиться нельзя возможно мама вам говорила возможно окружение вам говорил но вы знаете злость на маму это нормально потому что злость она не знает что нормально что ненормально она это естественная реакция эмоции это наш то есть это наследство которым получили от животных за это отвечает часть мозг который называется лимбическая система буквально мозг млекопитающего то есть эмоции испытывают кошки собаки и обезьяны лошади это вот это то что объединяет нас животным миром понимаете и поэтому собаки нельзя объяснить что нельзя гневаться если кто-то бьет она гневается это ее физиологическая бессознательная заложена генетические реакции и у нас также но мы люди мы научились эти реакции контролировать и сдерживать правда неправильно только сейчас психология понимает как правильно это не означает что вы должны проявлять эмоции где вы хотите когда вы хотите с кем вы хотите нет я объясняю просто у нас есть физиологическая потребность отпускать например продукты переработки нашего пищевой пищеварения у нас есть нужно опорожнять мочевой пузырь нужно опорожнять кишечник в том числе прямую кишку но мы не делаем это так что у меня возникло желание я тут же снял штаны и где иду по тверскому по тверской улице снял штаны тут же присел сделать все свои дела и пошел дальше до такого не бывает то есть мы научились создавать места время до когда мы это делаем максимально деликатно для окружающих и максимально генично для себя правильно у нас есть красивые туалеты есть красивая итальянская плитка как минимум белая какая-то российская есть красивые с точки зрения гигиены чистые унитазы есть прекрасная мягкая бумага туалетная пахнущая розами да мы умеем это делать красиво безопасно и нормально да но вот освобождаться от негативных эмоций от продуктов нашей эмоциональной деятельности мы почему-то не умеем у нас нет таких специальных кабинетов у нас нет эмоциональных туалетов где мы смогли бы эти эмоции проживать и отпускать к сожалению и поэтому что мы делаем мы эти эмоции складируем внутрь себя правильно правильно но если найти место и время и освобождаться от них своевременно то вам не нужно будет выливать эту этот негатив на окружении иными словами если вы заранее сходили в туалет то вы не будете испытывать проблемы когда пойдете в ресторан понимаете или или нам где будет окружение какое-то если вы делаете своевременно своевременно освобождаетесь от негатива это это предупреждает возможность накопления эмоций то есть от эмоций нужно освобождаться но нужно знать место время и методики и эти методики называется психо гигиена психологическая гигиена гигиена означает буквально очищение есть физическая гигиена мы все пользуемся мылом шампунем каждый день моемся надеюсь вы это делаете но с точки зрения психологии почему-то мы этим пренебрегаем хотя загрязняемся мы эмоционально не меньше новости какие-то конфликты в транспорте на работе в семье куда мы весь этот негатив деваем дорогие мои большинство из нас ходит подобно помойным горшкам переполнены тревогой обидой виной и все это плев плескается внутри периодически если человек оттолкнешь из него этот где вы дерьмо выливается особенно общественном транспорте знаете в автобусе едешь там же трясет и вот что-то раз и что-то кто-то толкнула что она меня наперлись стороны меня смотри гнев выливается вот так и происходит периодически когда внутри что-то кипит крышку на нашу крышку чайника и оттуда взрывает оттуда вылетается какой-то парман так и называется сорвался напряжение внутри большое стресс напряжение все и нервные срывы психические болезни депрессии так далее кстати депрессия во многом это следствие подавления своих эмоций вот собственно я про это хотел сказать то есть если вы научитесь идентифицировать свои эмоции проживать и научитесь их принимать или будете использовать того человек который принимает у вас эмоции то вы будете освобождаться от негативных эмоций и будете здоровы поставлять я вот иногда думаю смотрите мы такие делаем ритуалы которые с точки зрения здоровья нам вот ну никак не в плюс например мы ходим мы стрижем ногти мы регулярно ходим парикмахером слава богу сейчас это доступно мы девочки регулярно ходят как это называется ребята мы на маникюр ходит больше того они ходят и на педикюр вот хотя с точки с мужской точки зрения это вообще совершенно бесполезная вещь вот сейчас мужчины стали даже ухаживать за бородой сейчас даже предоставляют услуги по выдергиваю волос из ушей и из носа все прекрасно то есть у нас только ритуалов и так заботимся о себе о своем теле мы моем его прекрасным шампунем мы идем в спа мы идем в баню да у нас есть скрабы у нас есть не знаю пенки какие-то мицеллярная вода правильно говорю мицеллярная вода у нас есть не теперь водой из-под крана нельзя умываться нужно мицеллярной умываться водой правильно вот и это все процедуры ритуала для тела а что мы делаем для души я могу вам сказать немного таких процедур первое мужчины бухают это абсолютно неверный способ решения эмоциональных проблем то есть когда вы бухаете на какое-то время эмоции возникает седативный эффект то есть тормозящие механизмы перестают сдерживаться вы выражаете эти эмоции становится смелее они просто вылетают то накопил гнев начинает орать драться накопил страх начинает рыдать кто накопил печаль начинает депрессию впадать то есть алкоголь освобождает те эмоции которые накоплены но на утро все становится все то же самое проблема не решена эмоции куча а женщины что делает мы правильно заедают чтобы эмоции компенсировать каким-то какой-то хорошенькой такой приятным чувством лучше тортика съесть или чуть побольше жирненького все что приносит удовольствие вот оттуда происходит заедание ну и так есть еще механизмы компенсации негативных эмоций которые о которых подробнее расскажу на курсе академии металлоги собственно он начинается 13 числа я вас всех приглашаю приходите на мой профиль нажимаете ссылку синенькую ищите курс и вперед присоединяйтесь к нам либо в stories тех кто присоединится сегодня в течение суток ждут подарки а какие меня попросили назвать какие подарки и я скажу сейчас не не утаю ничего для вас какие будут подарки а вот наша великая большая карина говорит о том что сегодня при паке при покупке курса с куратором или vip я подарю психотерапевтический вебинар денежные блоки бесплатно а он стоит две с половиной тысяч рублей вообще-то на самом деле чуть мы такие-то вещи дарим дорогие денежные блоки если у вас есть проблемы с зарабатыванием денег если вы считаете у вас в глубине есть убеждение что деньги это зло деньги это нечестно что зарабатывать деньги и просить например или поднимать свои цены это плохо что вы боитесь разбогатеть если вообще в принципе не богаты это психологически помогут психологические проблемы я лично точно так что я был психологом был довольно успешным психологом я объездил с тренингами 35 стран мира за четыре с половиной года я больше трехсот пятидесяти городов но я не был богат то есть я не был обеспеченным я был востребованным хорошим профессионалом но я не мог зарабатывать деньги до тех пор пока я не проработал собственные убеждения и теперь слава богу все хорошо теперь я готов ответить на вопросы но вопросы конечно по психосоматике по теме почему педикюр это бесполезно я пошутил для нас для мужчин это бесполезно ну почему бесполезно даже вредно ну просто когти на ногах позволяет нам лазить по деревьям более более удобно если наоборот есть перестала но у разных людей разные процессы для у кого-то тревога заставляет их больше есть у кого-то тревога блокирует вообще пищеварение при принципе смотрите например влияние кортизола кортизол заставляет больше есть влияние нордреналина все зависит от индивидуальных вашим я нордреналин останавливает пищеварение то есть это такой процесс это это гормон который называется гормон кролика который заставляет прятаться и скрываться то есть он отсекает или прекращать те функции которые не способствуют выживанию вот для пищеварения вам нужно сейчас замереть пищеварение в данный момент вам не нужно главное что вас кто-то не сажал да вот точно также нордреналин таком выключать пищеварительную систему и поэтому человек перестает чувствовать аппетит во время печали во время страха человек чувств перестает чувствовать аппетит но если это вызывается кортизолом то есть индивидуальный процесс то скорее всего человек будет чувствовать какой-то повышенный аппетит спасибо за эфир приятно слушать его смотреть благодарю вас за столь теплые словам скажите пожалуйста принципиальное отличие курса академии отношений курса эматологии ну принципиально отличие это как как луна и солнце вообще разные вещи то есть академии отношений направлены на то чтобы развить отношения академии матологии это про вас курс это про ваши эмоции это про то как освобождаться от негативных эмоций что тоже кстати для отношений очень важно какая самая частая просьба от мужчин в сторону женщин какая давайте что чаще всего мужчины говорят женщина какие как что они ревматоидные артриты психосоматика существует чикагская семерка психосоматики наберите в интернете ревматоидный артрит входе в такую чикагскую семью задолбала чем задолбала хочу тебя они говорят я имел ввиду что они говорят успокойся успокойся и думаю что вот после этого призыва женщина сразу станет спокойно успокой или как говорят женщина уже почти успокоился но тот мужчина сказал успокойся это была проблема они как не выноси мне свой мозг не не носи мне мозг себе тоже не выноси себе мозг успокойся и перестань мне трахать мозг успокойся то есть эмоции это то что чаще всего претензии предъявляют мужчины они говорят научись контролировать свои эмоции я не могу их вывозить не надо тащить свою тревогу сюда а это означает для женщин нужно чаще ходить в туалет чаще в эмоциональный туалет чувственный убирать свои эмоции они тащить их не разрушать мужика мужчины говорят хватит выносить мозги молодцы не люби мне мозги ну что ж милые мои мои мне пора торопиться на другой вебинар я буду рад вас видеть на академии на курсе академии металлогии напоминаю что он уже скоро 13 сентября это уже в понедельник присоединиться к нему вы сможете в моем профиле либо stories для тех кто присоединится сегодня я приготовил подарок денежные блоки это означает я буду снимать буквально в конце вебинара я буду раздавать вам деньги ну не самостоятельно конечно вселенная вам будет выдавать деньги а сегодня я хочу поблагодарить вас за участие в этом эфире всех люблю всем желаю счастья здоровья любви и конечно много